Приветствую вас. Человек описывает в данном случае проблематику кома в горле и покашливания. Человек описывает, что началось 14 года назад, резко появилось чувство кома в горле. И чувствовал, как будто хочется его прочистить. Как будто на глазовых связках скапливается мокрот. Человек описывает, что проходил обследование всевозможное, но ничего в данном случае эти обследования не дали. То есть причины до сих пор не названы. По словам, опять же, автора вопроса. Значит, что я могу здесь сказать? Ну, во-первых, ком в горле это традиционно связывается с обидой. Традиционно это связывается с чем-то невысказанным. Традиционно это связывается с тем, что человек в себе самому что-то подавляет. Традиционно это связывается с некими такими вот, значит, вещами. О которых я сказал. Вы описываете в данном случае свою ситуацию, что у вас был развод и предательство. Вот, кстати говоря, вы пишите, что началось это 4 года назад, что происходило 4 года назад. То есть, ну, вы говорите о том, что резко это началось. Вот. Что происходило 4 года назад, когда, собственно, это... когда вы заметили, что такое происходит. Я думаю, я думаю, что отталкиваться в любом случае нам нужно от этого. То есть нам нужно отталкиваться об, скажем так, идее о том, что у нас у вас накопилась обида, скажем так. Вот. Вот. И вы эту обиду не высказали, не выразили и так далее. Вот. Такая вот история, на мой взгляд. טos. Что-то такая скleader. И вот эта травма. Вот. Вот. Работ. Работ. Эт Inc. Вот. Вот. То есть. Là 뭔가, ну... такое. Подрицается. О. Linda. ну, потрясающее событие для человека, вот, и, естественно, что что-то вы препочли подавить, вот, у вас сформировался этот комп прочист в горло, ну. Вы знаете, синдром вот такой вот, когда хочется прочистить горло, он возникает, когда человек хочет что-то сказать, да, но он не говорит, ну, то есть как-то вот подавляет это в себе, скажем так, вот, и отсюда, в общем и целом возникает такая ситуация. Вот, поэтому я думаю, что вам нужно допразить травму развода, которая, судя по всему, на вас оказала существенное влияние. Вот, предательство опять же, и я думаю, что высказав, выразив вот все чувства, что у вас, скажем так, накопилось, я думаю, что этот симптом вполне может уйти. То есть если медицинских у вас обоснований нет, то, на мой взгляд, не стоит воспринимать то, что с вами происходит, как что-то отдельное от вас. Вот. То есть мне представляется так, что это нужно рассматривать как часть, вашей личности, часть вашей, ну, может быть, истории жизни. Вот. Я бы так это сказал, отвечал. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...